Зеленский, скорее всего, сделает подарок всему украинскому народу и будет призывать в армию абсолютно всех. Если украинский народ не проснется, не подымет восстание, то они действительно довоюются до последнего украинца. По моему убеждению, изменение тактики и стратегии от нашего командования ждать не стоит. Будет все продвигаться и развиваться в тех же направлениях, в том же ключе. И это, прежде всего, обусловлено тем, что тактика и стратегия, которую выбрало наше командование, оно весьма эффективно, приводит к очень хорошим результатам и, прежде всего, позволяет сохранять жизни нашим военнослужащим. Касаемо украинских войск, то у них довольно-таки незавидная участь, поскольку они шагают в Новый год в полную неизвестность, поскольку так называемые западные партнеры все больше и больше начинают задумываться о том, стоит ли продолжать финансировать, скажем, Украину, поскольку она не приносит тех желаемых результатов, которые от нее требует Запад. Поэтому здесь будет сокращено и финансирование, и поставки вооружения, и боеприпасов тоже под большим вопросом, поскольку были опустошены очень много складов с и оружием, и боеприпасом, и это начало уже угрожать, по сути, безопасности самим Соединенным Штатам и всему блоку НАТО, поскольку может вполне казаться так, что на Украину будут расходованы даже стратегические резервы, которые не должны были тратиться, но вот по некоторым пунктам уже прошли, скажем так, полуслухи, хотя я не сомневаюсь, что это соответствует действительности, что некоторых позиций уже довольно-таки в дефиците. Если мы говорим о тех же самых джевелинах, которые были поставлены в самом начале, то на их восстановление нужно, опять же, по утверждениям западных экспертов, 5-7 лет. А ведь война-то длится Соединенных Штатов с Россией всего лишь-то 2 года. И, естественно, еще 3-4 года они не смогут использовать свои противоракетные комплексы в полном объеме. Точно так же можно говорить и о 155-мм боеприпасах, цена которых сейчас возросла многократно. Более того, конфликт, который разгорелся на Ближнем Востоке, заставляет оттягивать часть сил и средств, в том числе и боеприпасов, на этот конфликт. Так что незавидная участь у украинских боевиков, а касаемо мирного населения, здесь все более печально, чем нежели у военнослужащих, поскольку, если мы говорим о том, что еще, скажем так, будут идти наборы на восполнение потерь, то это, по сути, уже ставит на грани выживания вообще самой Украины и нации в целом. Если украинский народ не проснется, не подымет восстание, то они действительно довоюются до последнего украинца. Ну, в завершение хотел бы закончить на позитивной ноте и поздравить всех зрителей Нью-Орла с нашим уже Новым годом. Хочу пожелать всем, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия, ну и, самое главное, скорейшей нашей победы, и чтобы все наши родные и близкие живыми и невредимыми вернулись к своим родным и близким.